Библейский портал экзегет.ру представляет Десятая глава первой книги царей или царств для портала экзегет. В девятой говорилось о том, как молодой паренек Саул, хороший собой, устатный, высокий из племени Вениамина, отправился искать ослиц своего отца. И долго там он странствовал, гулял со своим слугой, встречал каких-то девушек, хотел провицию видеть, нашел не ослиц, нашел царство. Такой почти сказочный сюжет. Вот мы ищем чего-то, стараемся, суетимся с кем-то, встречаемся, чего-то планируем, зарабатываем, тратим, беседуем, выгадываем, а вдруг бабах? И Десятая глава нам как раз рассказывает, что это было. Значит, он попал Саул на празднество в городе, где был Самуил, главный пророк и главный персонаж, на самом деле, всей первой книги. И тот его принял шикарно, угостил, и только утром сообщил ему, что, собственно, происходит, когда Саул уже возвращается из города, очевидно, в недоумении. Вот такой отложенный главный эпизод. Умелый очень повествователь писал эту книгу. Самуил взял сосуд с Елеем и возлил его на голову Саула, поцеловал его и сказал, Господь помазал тебя править его наследием. Вот так вот бабах среди всего этого вышли из города, собственно, надо было сказать, ну, давай там, счастливо, хорошего пути. А он его в цари помазал. Помазание Елеем — это древний обряд. Елей оливковое масло, и выливая его на голову, обычно какое-то ароматизированное масло с какими-то добавлениями, ну, такую делают как бы шикарную косметическую процедуру. Одновременно это признак избраничества человека. Итак, Господь помазал тебя править его наследием. Сейчас ты отправишься от меня и около могилы Рахиля в Цельцахе на границе на дело Вениамина, ты встретишь двух людей. И они сообщат тебе, что ослицы, искать которых ты ходил, нашлись. А твой отец беспокоится уже не об ослицах, а о тебе самом. Что же случилось с его сыном? Ну, это вот пророчество, которое показывает, что все на самом деле так, что Самуэл действительно знает больше, чем Саул может предвидеть. Оттуда ты отправишься дальше к Фаворскому дубу, и там тебе попадутся трое, идущие к Богу в Байтель. А тут такая священная география. Байтель — место, где Яков когда-то спал, и могила Рахиля. То есть он совершает одновременно как бы обход своей земли, своего царства, посещая все значимые места. Значит, попадутся трое, идущие к Богу, ну, то есть к святилищу в Байтель. Один взял с собой трех козлят, другой — три круглых лепешки, а третий — мех с вином. Они поприветствуют тебя, дадут тебе две лепешки, и ты возьмешь их. Ну, то есть вот как бы соучаствуют в этой их жертве, да, и в этом их пире. После этого ты подойдешь к Божьему городу Гиви, где филистинская стража. И как только ты приблизишься к нему, навстречу тебе есть святилище, на холме выйдет толпа пророков, а пред ними музыканты с арфами, бубнами, свирелями и лирами, и будут они пророчествовать. Ну, пророки — это не только такие люди, как Самуил, это еще и такая своеобразная корпорация, ну, люди чем-то похожие на шаманов вот в разных языческих культурах, да, то есть они в состоянии транса произносят какие-то для себя не очень понятные вещи. Вот тут надо различать пророков, которые вполне сознательно участвуют в том, что они произносят, и вот таких пророков-медиумов. Очевидно, здесь идет речь о медиумах. «Тогда и на тебя сойдет Бог Господень, будешь пророчествовать с ними и станешь другим человеком». А вот его уже перерождение внутреннее. Внешний обряд и внутри он должен каким-то радикальным образом измениться. Деревенский парень стал царем, а тут еще и заодно как бы пророком на некоторое время. «И когда произойдет с тобой все предсказанное, тогда делай, что сам решишь, а Бог будет с тобой. Но сначала ступай в Гилгал еще прежде меня, а я потом приду туда принести жертву всесожжения и мирные жертвы. Жди меня там семь дней, и я тогда скажу тебе, как тебе поступать». То есть сам со всем разберешься, но первая инструкция очень четкая. Вот тоже интересная вещь. Самуил как бы не отпускает власть совсем из своих рук. Он Саула еще явно не готов, он вообще ничего не понимает пока. Не просто наставляет, но ведет вот за ручку. «Когда Саул покинул Самуила, то Бог дал ему новое сердце, и в тот же день сбылось все, что было предсказано. Когда они со слугой подошли к Гиве, навстречу им вышла толпа пророков, и Дух Божий сошел на Саула, так что он стал пророчествовать с ними вместе. И когда те из народа, кто знал его прежде, увидели, как он пророчествует среди пророков, то стали говорить друг другу, что это случилось с сыном Киши, неужто и Саул среди пророков? Но один стоявший там человек отозвался, разве остальные не из особого рода? Разве остальные из особого рода? То есть Саул, кто он такой? Вася Пупкин, да? Абсолютно никто из ниоткуда. Как это он из пророков? Говорит, да вообще пророки, а это же не люди какого-то особого сословия, какого-то суперзнатного происхождения, это может быть кто угодно, Бог выбирает. И в этом смысле пророк и царь очень близки, да? То есть Бог тебя избирает царя, избирает царя для израильского народа, своего заместителя, наместника в этом народе, так же, как избирает пророка своего вестника в этом народе. Так и вошло с того дня в поговорку, неужто и Саул среди пророков? Когда он закончил пророчествовать, то пошел в святилище. Дядя Саула, встретив его со слугой, спросил их, куда вы ходили? Саул ответил, на поиски ослиц, но мы их нигде не видели, и тогда зашли к Самуилу. А дядя Саула переспросил, да, даже не отец, а дядя еще пока, дядя Саула переспросил, так скажи мне, что сказал тебе Самуил? Саул ответил, он сообщил нам сразу, что ослицы нашлись. Но он не стал пересказывать ничего из того, что говорил ему Самуил о царской власти. Еще бы, смеяться будут только над ним. Пришел дурачок деревенский, говорит, я теперь царь, с чего бы это? Да, то есть он ждет развития событий. Такой трагический немножко образ Саула, который фактически не готов, не готов принять на себя эту роль. Самуил тем временем созвал народ Господень Мицпу. Он объявился нам, Израилем, что говорит Господь Бог Израилев, я вывел вас из Египта, я спас вас от руки египтяны от прочих царств, угнетавших вас. А вы теперь отвергли Бога, спасавшего вас в ваших бедах и печалях, и потребовали, чтобы Самуил поставил над вами царя. Теперь предстаньте пред Господом, племя за племенем, род за родом. Вновь этот упрек, он в 8 главе был очень подробно изложен, когда Господь говорит Самуилу, вы, вот, израильтяне отвергли не тебя, не твоих сыновей, а меня они отвергли, они не хотят, чтобы я им и правил. Здесь Самуил это повторяет, и нужно, чтобы был выбран царь, теперь уже это жребием избирается, не всеобщим голосованием. Голосованием, скорее, избрали образ правления, монархию. И тогда Самуил стал вызывать по очереди все племена жребий, указал на племя Вениамина. Очевидно, была некоторая процедура жребьевки, да, вот 12 этих колен племен, 12 каких-то жребьев, мы не знаем, там, палочки какие-то, да, и вот вытягивается палочка Вениамина. Я предполагаю, что это могли быть палочки, камушки, что-то еще. Стал он вызывать племя Вениамина, род за родом. Опять-таки, жребьевка среди уже племен Вениамина, вот его родов, да, вот у них сложная родовая структура, племя или колено, в него входит много родов, там, ну, вот, фамилия, да, например, у нас люди, носящие одну фамилию, в деревне где-нибудь живут, там полдеревни Иваново и полдеревни Петрово, это вот их род. И жребий указал народ Матри, а потом на Саул и сына Киша. Его стали искать, но не могли найти. Еще бы, его Сауил отослал, вообще-то, в другое место, и, очевидно, тот просто опоздал. Зачем отослал? Вот как будто, как будто в этом повествовании дорога к царству для Саула оказывается набором испытаний и таких ложных путей, да, вот, не ослица от царства, ни одно место, а другое, то есть вот такой квест он должен пройти. И он его проходит, ну, не блестяще. Так вот, его стали искать, но не могли найти. Снова просили Господа, присутствует ли этот человек, и Господь ответил, здесь он скрывается среди обоза. Ну, видимо, опоздал там где-то среди каких-то телег, мешков там сидит и вообще не знает, что думать, то, что тут происходит, его Самуил объявил царем, а теперь нового царя какого-то избирают. Вообще лучше переждать, а то сгоряча еще убьют. Они прибежали, приявили его и поставили перед народом, и оказалось, что он на голову всех выше. Самуил объявил народу, видите, кого избрал Господь? Нет подобного ему среди всего народа. И народ закричал, да здравствует царь. Интересно, что Саул абсолютно не готов к этой роли, да? Может быть, потому он и избран, если бы был какой-то амбициозный, хитрый политик, человек в возрасте с опытом богатым, да? Он бы там всем показал Кузькину мать. А вот это наивный деревенский парень, и он оказывается царем, может быть, именно в силу своей наивности, честности, чистоты и отсутствия склонности к злоупотреблению. Самуил рассказал всему народу, как будет править царь, записал это в книгу, положил ее пред Господом. А потом Самуил распустил народ по домам. Интересно, что Самуил пишет конституцию этого государства, да? Базовый, основной закон, права и обязанности царя, и они кладутся перед Богом. То есть вот этот текст, с которым можно свериться. Монархия не самодержавная, далеко. Монархия конституционная с самого начала. То есть есть условия, есть ограничения. Саул тоже пошел домой к себе в Гиву, а с ним пошли воины, чьи сердца тронул Бог. А что ему делать? Осли спасти дальше, да? То есть он пока еще даже не очень понимает, что значит быть царем. А никчемные люди говорили, этот что ли будет спасать нас? Они презирали его, не принесли даров, но он хранил молчание. Дальше, очевидно, должно произойти что-то, чтобы он был не просто избран царем, но признан царем, да? Чтобы народ сказал, да, вот это наш царь. И оно произойдет. Одиннадцатая глава об этом расскажет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok